Добрый вечер! На телеканале Обнинск ТВ новости в студии Ильхам Нигматуллин. Вот о чем мы расскажем сегодня. Не оставили выбора. Сплошная линия разметки на узкой дороге заставляет нарушать правила даже закону послушных автомобилистов. Креста на нем нет. Грабитель в Обнинске сорвал с шеи пожилой женщины старинную золотую цепочку, на которую она носила православный крестик. Лучшие из лучших. 415 золотых медалистов в этом году выпускают школы Калужской области. В этих рядах немало обнинских ребят. Эти и другие темы сегодня в выпуске. Начнем с проблемы, которую мы уже поднимали в одном из недавних выпусков программы. С тех пор, как на улице Шацкого в Обнинске поменялась дорожная разметка, многим шоферам волей-неволей приходится нарушать правила движения. А как быть, если для них, чтобы объехать стоящие на обочинах машины, не остается ничего другого, как пересечь сплошную разделительную полосу, которая строго запрещает выезд на встречную. Что думают по этому поводу в госавтоинспекции в нашем сюжете. Вопрос, как разъехаться на этой узкой дороге, автомобилисты задают уже не первый год. Однако нынешней весной ситуация еще больше усугубилась. Разметка на улице Шацкого поменялась. Там, где раньше была прерывистая линия, теперь появилась сплошная. В 2014 году был принят новый проект единой дислокации дорожных знаков и разметки на территории города Обнинска. И с 2014 года на данном участке автомобильной дороги нанесена сплошная линия разметки. Машины вдоль дороги паркуются здесь постоянно, поэтому, чтобы объехать такое препятствие, автомобилистам приходится выезжать на встречную полосу. Подобное нарушение для водителя может закончиться лишением прав. Снять вопрос мог бы знак «парковка запрещена». Тогда за нарушение отвечать пришлось бы тому, кто оставил свой автомобиль на обочине дороги. И информация направлена в администрацию для рассмотрения данного вопроса на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города Обнинска. И в ближайшее время, после рассмотрения, возможно, будут установлены знаки «остановка запрещена». Но необходимости в нем нет, уверены в госавтоинспекции. Сегодня лучше всякого знака парковку регулируют правила дорожного движения. Вот только, как показывает практика, на запрет парковаться обнинские водители чихать хотели. Правилами дорожного движения запрещается парковка транспортных средств, если до разделительной полосы, которая разделяет транспортные потоки противоположных направлений, остается менее трех метров. С рулеткой, конечно, ходить не надо. Но оценить, смогут ли другие проехать, если ты припаркуешь у обочины свой автомобиль под силу каждому водителю. В случае, если сотрудники ГИБДД выйдут на эту улицу, штраф грозит и тому, кто припарковался, и к тому, кто выехал на встречку. Конечно, для второго наказание кажется несправедливым, ведь иначе объехать препятствие водитель не мог. Но здесь всему виной бескультуре на дорогах. Хамское поведение одного очень часто выливается в затраты для другого водителя. Будь то ДТП или вот такая парковка. Евгения Власюк, Николай Подлепалин, телекомпания Обнинск ТВ. И продолжим тему. На дорогах Обнинска завершено сезонное нанесение осевой горизонтальной разметки на три пешеходных перехода по проспекту Ленина и на улице Победы. Общая площадь 60 квадратных метров. Кроме того, обозначены островки безопасности на площади Бондаренко, нанесены стоп-лини на проспекте Ленина и улице Цветкова. 16 предприятий и организации обозначили парковочные места для маломобильных граждан специальными знаками. Городская комиссия по безопасности дорожного движения напоминает, что по закону на каждой стоянке автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, должно быть выделено не менее 10% мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. О помощи инвалидам и реализации в нашем регионе программы «Безопасный город» рассказали участники Калужской делегации на втором всероссийском форуме «Айти-диалог-2015», который проходит сейчас в Санкт-Петербурге. В его программе конференции и круглые столы, где обсуждается современное состояние и перспективы развития в России информационного общества. В частности, вопросы организации электронного документа оборота в органах госвластия, применения информационных технологий в госпланировании и территориальном развитии, информационной безопасности и использовании геоинформационных систем. Калужская область в этой сфере накопила немалый опыт и продолжает развитие. В настоящее время в регионе действует 27 многофункциональных центров и 48 офисов приема документов. По результатам опросов, около 84% калужан положительно оценивают качество представления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В Калуге, в микрорайоне Правобережье, сегодня состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир сотрудникам правоохранительных органов. Первыми новоселами в многоэтажном современном жилом 70-квартирном доме стали 11 ветеранов и 8 служащих сейчас сотрудников управления МВД области. Строительство дома велось с 2012 года на средства, выделенные из федерального бюджета. В настоящее время все строительные работы завершены, подведены необходимые инженерные коммуникации, благоустроена прилегающая территория. Новоселов поздравили начальный департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел Российской Федерации, генерал-майор внутренней службы Александр Широчин, заместитель губернатора Юрий Кожевников, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин и руководители регионального ОМВД. Криминальная хроника. В самом центре города в рабочий полдень вчера обнинскую пенсионерку ограбил молодой вор. Что интересно, православный крестик, висевший на сорванной злоумышленникам цепочке, чудесным образом остался на владелице. Накажет ли всевышний преступника, нарушившего одну из главных заповедей? Около 13 часов дня рядом с домом номер 162 по проспекту Ленина неизвестный сорвал золотую цепочку прямо с шеи пожилой женщины. Рассмотреть лицо преступника потерпевшая не успела, он стремительно скрылся. На цепочке висел православный крестик, но в момент, когда злоумышленник дернул золотое изделие на себя, крест зацепился за одежду женщины. Украденная цепочка – старинное украшение. На оценку его стоимости потребуется время. В настоящее время ведется следствие. Около пяти часов вечера в микрорайоне Молодежный произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобили Рено Лагуна и мотоцикл двигались со стороны Обнинска практически параллельно. В определенный момент мотоцикл пошел на обгон, а водитель Рено начал совершать маневр поворота. Мотоциклист, вероятно, не успел среагировать на мигающий сигнал поворотника и врезался в боковую часть легковушки. В результате столкновения мужчина получил травмы и был госпитализирован. У автомобиля разбита задняя правая сторона кузова и повреждено колесо. В причинах этого происшествия предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Около 19 часов сотрудники полиции приехали на улицу Комсомольскую. В недавно построенном доме проживает женщина со своим гражданским мужем. Недавно перенесшая тяжелую операцию, она не вполне самостоятельна и ей требуется уход. Уже взрослый сын женщины регулярно посещает ее, чтобы оказывать посильную помощь. Отношения между ним и сожителем женщины не сложились. Из-за этого конфликта молодой человек уже не раз обращался за помощью в полицию. Вот и в день происшествия он тоже находился в дежурной части ОМВД. Вот сейчас в милицию ездили, я написал заявление, пока ездили, вернулся, дверь была. То бишь, вернулся, дверь уже в таком состоянии, поэтому она не была такая. Ты ворешь! Вообще не пила. Ты ворешь! Комиссу ты ворешь! Проживающий с хозяйкой квартиры мужчина при себе не имел документов и был задержан до выяснения личности и обстоятельств конфликта. Высшие награды лучшим из лучших. В областном центре школьники и выпускники, закончившие обучение с самыми высокими результатами, получили 415 золотых медалей. Больше всего у ребят из Калуги и Обнинска. Кроме того, отличились учащиеся школ Боровского, Дзержинского, Кировского, Людиновского и Малорославецкого районов. Год назад количество круглых отличников в Калужской области было значительно меньше. Медали получили 299 выпускников. Напомним, что всего в этом году в Калужской области ЕГЭ сдавали 4715 человек. Для проведения единого государственного экзамена работало 39 специальных пунктов, каждый из которых был оснащен системой видеонаблюдения в режиме онлайн и необходимым количеством металлодетекторов. Для получения аттестата выпускники сдавали обязательные предметы – русский язык и математику. Остальные предметы по выбору в зависимости от того, какую специальность намерен изучать будущий абитуриент в ВУЗе. Кстати, сегодня тем обнинским ребятам, которые заслужили серебряные медали, торжественно вручили их в городской администрации. Выпускники обнинских школ вскоре продолжат грызть гранит науки в тех университетах и институтах, которые они выбрали. И кто-то из них придет на смену своим дедам и отцам в лаборатории и кабинеты многочисленных НИИ нашего Наукограда. Сегодня на проспекте Ленина рядом с уже полюбившимся горожаном бронзовым котом-ученым, что встречает гостей у дома ученых, появился еще один оригинальный памятник. А именно тот самый гранит науки, который символизирует нелегкую работу и увлекательную задачу людей, продвигающих прогресс вперед. Сумевших поставить на службу человечеству энергию атомного ядра, преодолевшим силы земного тяготения и вышедшим в космос, раскрывшим многие тайны природы. Спорт. В Брянске завершилось первенство Центрального федерального округа по пляжному волейболу среди спортсменов в возрасте до 16 лет. За победу здесь боролись 120 участников из 7 регионов. Отлично выступили наши обминские пляжницы, которые представляли на соревнованиях Калужской области. Мария Воронина и Мария Бочарова, воспитанницы школы Олимпийского резерва Александра Савина, завоевали золотые медали среди 15-летних спортсменок. А их подруги по команде Мелада Литовка и Юлия Бурец заняли второе место. И коротко о погоде. Как обещают синоптики, завтра в нашем регионе станет жарче, а осадки постепенно прекратятся. В пятницу 26 июня к нам придет антициклон, за счет чего и ночью, и днем будет малооблачно, без дождей, а давление опять подрастет. Температура воздуха в ночные часы составит от плюс 14 до 16 градусов. А днем будет вполне комфортно, тепло, но не жарко, 24-26 градусов. В субботу становится отличная погода для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Давление высокое, ветер не сильный. Днем около 25, выше нуля местами до 28. Ночью плюс 13-15. Но в воскресенье в регион опять вернутся дожди. К счастью, небольшого объема и короткой продолжительности. Впрочем, давление становится таким же, как и скорость и направление ветра. Температура также практически не будет отличаться от предыдущего дня. Одним словом, вполне хорошая летняя погода. И сегодня это все, о чем я и мои коллеги хотели вам сообщить. Следить за новостями Обнинска вы можете и на нашем интернет-сайте обнинск.тв.ру. До встречи завтра. Всем хорошего.